Не только в Йошкарале, но и на дорогах Республики продолжается сезон дорожно-ремонтных работ. Спецтехнику в частности можно видеть на Сернурском тракте, продолжаются работы и в районе Кокшайска. Работы по приведению в порядок дорожного полотна до самого села и речного порта будут завершены в третьей декаде июля. Сейчас на этом участке завершена укладка первичного слоя асфальтобетонного покрытия, после которого последует еще две выравнивающих, а также нанесение разметки. По словам специалистов, после такой реконструкции дорога не будет нуждаться даже в ямочном ремонте не менее семи лет. О том, что этот участок Кокшайского тракта нуждался в ремонте, говорили не только отдыхающие в силе люди и дачники, сету на эту проблему видеороликами в социальных сетях, но и сам срок безремонтной службы этой дороги. Последний раз реконструкция на этом участке проводилась еще 20 лет назад. И 2016-й стал критичным годом для дороги. По весне асфальт растворился вместе со снегом. Немецкий асфальтоукладчик Вожель Супер 1900-й – это последнее слово в ремонтной дорожной технике. Специалисты с гордостью рассказывают, что его технические характеристики позволяют сократить сроки укладки асфальта до максимально коротких. Так, Вожель Супер способен укладывать до 900 тонн асфальтобетонной смеси в час при максимальной толщине покрытия в 30, а ширине в 11 сантиметров. Гарантийный срок, который сегодня 7 лет, мы гарантируем, что она будет без ремонта. Ну, тонн асфальта я могу сказать, конечно. В день мы вывозим где-то 400-500 тонн, поэтому здесь всего асфальта 8 тысяч. Ну, на сегодня где-то 5 вывезли. В конце следующей недели мы все работы завершим. По этой программе и дополнительных выделений денег, которые мы работаем, которые у нас выделены на Республику Мариэл, мы еще будем ремонтировать на Ржунской дороге, точнее, на Мари-Турек, чтобы было понятно. Там несколько участков будем ремонтировать. Так, работы по ремонту этого дорожного участка начались еще в 20-х числах июня. По заверениям строителей, завершатся уже в третьей декаде июля. К настоящему моменту здесь уже не осталось ни одной ямы. Выравнивающий первый слой уже уложен. Сейчас ведутся работы по укладке завершающего верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая стоимость реконструкции этого участка составит 38 миллионов рублей. В данном случае мы говорим, что мы ремонтируем эту дорогу по старым технологиям. Выравниваем слой асфальта. Но в городе мы сейчас стараемся строить дороги с новыми технологиями. Бетонная подушка, ливневая канализация, коммуникации, которые убираем. И сделаем ковчег для них, чтобы они даже при разрушении каким-то не наносили ущерб дорогам. И, конечно же, двойной асфальтовый строй. Эти дороги, которые мы начали строить где-то порядка 4-х лет назад, 4 года назад начали строить дороги, они доказали, что сегодня они практически за зимний период не подвергаются никакой коррозии. Но стоимость дороги кратно превышает стоимость обыкновенного ремонта. Если бы у нас была возможность построить дороги с очень новых технологий, то мы, наверное, в республике забыли о том, что весна у нас начинается с бездорожья. Так, общая протяженность такого капитального ремонта составляет 4,5 километра. Еще полтора километра до речного порта Кокшайска будут отремонтированы картами и приведены в соответствии нормам. К тому же ямочный ремонт затронет и дороги общего пользования в самом селе. Здесь же постоянно, там сельсовет у нас, как бы, документы там, что-то, справки берем. До этого тут ямы одни были, а сейчас уже хорошая дорога. Раньше так часто ездила к своей коллеге, к Кокшайск. Это была ужасная дорога, это просто невносимо. Ехали даже по обочине, вы знаете, это было ужасно. Но теперь, конечно, дорога, видно, что она лучше. Спасибо большое строительным службам, которые все-таки не забывают про нас, да. Но в идеальном состоянии дорога, я очень довольна. Ну, конечно, никакого сравнения, если посмотреть. Были колдовины, ямочки, а сейчас любо-дорого ездить. Потому что сюда мы ездим постоянно, это наше сельское поселение. Время как нельзя подходящее. Сейчас на территории Кокшайского сельского поселения находится более 15 баз отдыха, которые еженедельно посещают более тысячи человек. Помимо этого, Кокшайск стал привлекательным и для инвесторов. Сюда для строительства новой базы отдыха пришла московская организация. В настоящее время уже построена лодочная станция и подготавливается площадка для строительных работ.